Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – что такое кадровый голод сегодня и грозит ли он российской экономике. Ну, как вы понимаете, в эфире «Сухого остатка» мы очень часто говорим о проблемах российской экономики. Хотелось бы говорить в основном о ее преимуществах статистических. Но живем в то время, в которое живем, и, по крайней мере, говорим об этом откровенно. Значит, я представляю моего сегодняшнего гостя. Это Феликс Кугель, вице-президент и управляющий директор по России и СНГ «Мэн Пауэр Групп». Добрый вечер, Феликс. Добрый вечер, здравствуйте. Ну что ж, давайте начнем сразу с нашей беседы. И, если позволите, Феликс, первый вопрос такой. А что такое кадровый голод? Ну, такая витиеватая формулировка, конечно, да, лирическая, я бы даже сказал. А как она выглядит в физическом смысле? Ну, практически она очень проста. Хочется кушать. Это голод. А что такое кадровый? Что ж такое кадровый? В реальности ситуации просто много задач, много решений, которые требуются делать, требуются. Люди, которые могут эти решения воспроизвести в жизнь, в действие. А людей не так много. Людей не так много. Выбор небольшой, выбор на самом деле критичный, потому что стоимость этих людей, те, которые да, умеют, те, которые да, хотят, могут, естественно, зашкаливающей. Все это влияет на многие-многие остальные процессы. То есть мы говорим о том, что кадровый голод – это отсутствие, да, профессиональных кадров, а не только отсутствие, а их дороговизна еще, да? Ну, отсутствие как таковое и порождается. В физическом смысле отсутствие, да? Конечно, конечно. А почему это так случилось? Ведь известно, что, ну, очевидно, да, что, соответственно, профессиональные кадры рождаются в неких стенах высших учебных заведений. У нас этих вузов предостаточно. Наверное, может, это не очень актуально сейчас, но, по крайней мере, раньше мы гордились своим образованием при советской власти. Что-то изменилось. Ну, слушайте, при советской власти мы много гордились. Много о чем гордились, да? И, конечно, выпускники тех времен котируются по всему миру. Все, что надо зайти, это в любые университеты, лидирующие мира сего. Я уверен, что русскую речь мы услышим везде. Но, тем не менее, с чем мы имеем дело сегодня? Мы имеем дело сегодня с демографическими вещами и проблемами таковых. Мы имеем дело сегодня с тем, что рост мира бизнеса, рост потребления, потребительского рынка в целом, конечно, идет намного быстрее. И развивается намного быстрее, нежели рост того персонала, который мог бы обслуживать те или иные вещи. То есть мы просто не успеваем, да? Мы не успеваем. С одной стороны, мы не успеваем. С другой стороны, подготовка не та. С третьей стороны, мы еще молодая экономика все-таки. Нам, извините, не так много лет. Это, да, я согласен. То есть нас в какой-то степени это оправдывает все-таки, можно так сказать? Ну, это, знаете, мы прекрасно научены объяснять все и все. Совершенно верно. Это позиция слабого на самом деле, да? То есть я почему такой неудачный? Ну, вы знаете, потому что вот... Ну да, такой есть. Оп-да, молодая экономика. Поскольку мне еще мало лет, я еще всего успею. А время не идет, к сожалению. А время идет. Это, я хочу заметить, что речь кадрового голода идет, это не только насчет, скажем, очень профессиональных и высокоуровневых людей. Мы говорим насчет, в принципе, любого пласта. Синие воротнички, белые воротнички. Это не имеет значения. Имеет значение сегмент того, где требуются кадры, а их... А их просто нет? Их нет. То есть получается, что речь идет не о высокопрофессиональных каких-то, да? Не только, конечно. О любого уровня кадра. Абсолютно. Ну, и если я правильно понимаю, ну, условно говоря, человек, который занимается не очень высоко квалифицированным трудом, если не хватает таких специалистов, да, ну, можно их назвать специалистами, наверное, тоже, если не хватает таких специалистов, то дело-то, наверное, не в том, что их негде выучить, а просто, что их нет физически. Их просто нет физически. Это проблема как раз демографического среза, да? Конечно, это демографическая проблема именно такова. Эта проблема связана со многими-многими процессами. С одной стороны, мы знаем, как Москва притягивает к себе рабочую силу. Мы также понимаем, что регионы растут. Растут достаточно быстро. А некоторые быстрее, чем другие. Но есть регионы, где кадровый голод – это реальная проблема. И стоимость рабочей силы в этих регионах, она, в принципе, соответствует московским. Чего не было. Но мы больше и больше движемся именно по этой модели. Потом мы говорим насчет эмиграции, мы говорим насчет релокации. Но опять, те, кто приезжает в Москву, не всегда хотят ехать в какие-либо другие места. И это реальная тоже проблема. То есть, есть некий перекос, да? Очевидно, некий перекос. Конечно. Подавляющее большинство стремится в столицу, видимо. Естественно. Им кажется, ну, в большом счете, наверное, это все-таки иллюзия. Им кажется, что здесь настолько сладко живется, что только добраться бы, устроиться куда-нибудь бы. И вот оно... Знаете, трава всегда зеленее у соседа. Это да. Феликс, скажите, пожалуйста, в принципе, если уж мы говорим о кадровом голоде, это, наверное, понятие интернациональное. Вот подобные проблемы есть ли в других экономиках или были, может быть? И каким образом они решаются, как правило? На самом деле они есть. Они не просто есть, они ярко выражены. В принципе, во всех экономиках. мира сего существует, я бы сказал, некая градация кадрового голода как такового. Когда экономики сильно-сильно росли, то экономики поглощали, ну, любую рабочую силу, которая могла... В огромном количестве. В огромном количестве. Когда экономики сжимаются, кадровый голод приобрел совсем другое значение и другой вид. Потому что на сегодняшний момент мы возьмем, скажем, Японию. Найти профессионального человека, на которого можно полностью предложить, назовем это предсказуемую профессиональную силу. В Японии неимоверно тяжело. Почему? Потому что требуются заточенные люди в экономике, которая не растет, а которую нужно все время улучшать за счет повышения продуктивности, за счет повышения тех или иных масштабных моментов систем. То есть, системные интеграторы, не с точки зрения IT-систем, а с точки зрения любых систем, сегодня это серьезная и тяжелая проблема для всех развивающихся стран. Если мы возьмем, допустим, те же Штаты, нехватка медсестер, огромная проблема. Но они стараются решить эту проблему за счет, допустим, таких, как мы. А у нас есть... То есть, за счет мигрантов, да? За счет мигрантов. За счет того, что в некоторых странах, в той же Мексике, в той же Филиппине, в тех же Филиппинах, устраиваются те или иные школы, которые готовят медсестер для американского рынка. То есть, такой целенаправлый, да? Абсолютно точно. Называлось это, да? Чисто целенаправленно. Целевая подготовка. Да, да, да. Так, замечательно. То есть, таким образом они как-то с этой проблемой... Ивелируют проблемы, да. Справляются. Очень интересно, вот, в частности, опыт Соединенных Штатов Америки или какой-то другой ключевой экономики мира. Если сталкивается она с проблемами, ну, вот, в частности, то, о чем вы говорили, нет медсестер. Помимо того, что ведет целевая подготовка, да, в этой профессии, есть какие-то другие, ну, привлекательные стороны? Ну, условно говоря, вот медсестра получает огромные деньги для того, чтобы люди стремились в эту профессию. Или какие-то социальные, значит, льготы, гарантии, выплаты? Там есть, на самом деле, огромная система за идентификацией этой проблемы. Во-первых, медсестры реально много зарабатывают. Во-вторых, это, ну, на самом деле, очень тяжелая профессия, которую не каждому под силу. Но привлекательность этой профессии в том, что четко понятно, что если ты работаешь в этой линейке, вряд ли ты потеряешь работу. А если ты вдруг ее потеряешь, то ты всегда найдешь другую, потому что одна из вещей, человеку всегда нужно следить за здоровьем. Безусловно. Есть то, и все, и третье, и четвертое. Здесь нет некого перекоса? Есть. Есть, да? Конечно, есть. Ну, перекос есть везде. Но, тем не менее, сама система, она порождает те или иные решения. Не нужно забывать еще одну вещь, что многие из медсестер, это иммигранты, которые иммигрируют именно по рабочим визам в такую страну, как Штаты. То есть Штаты, это страна, которая где-то отрекомендовала и отрекламировала себя достаточно сильно. С точки зрения вот этого американский дрим, как они его называют. Да, даже американская мечта. И вперед победе всех и вся. То есть это притягивающая вещь. Это магнит. Это помогает всей системе работать на. То есть если мы подумаем на секунду, что такая страна, как Штаты, если завтра там нету иммиграции, то что же будет со страной? Кто будет работать? Именно. А здесь нужно понимать еще одну вещь. Во многих развитых странах иммигранты это именно те, кто работает намного-намного тяжелее. И сильнее, и дольше, нежели локалы. Можно говорить, что, как правило, иммигранты занимаются низкоквалифицированными? Для начала, как правило, это так. Но в течение достаточно быстрого времени, через ассимиляцию, через, скажем, так называемый голод, они встают на ноги достаточно быстро. У них есть движок. Им это требуется. Ну да, у них есть постоянная задача, которую надо решать. Если, наверное, мы сейчас уже вернемся и в родимые финаты, здесь тоже такие вещи очевидные. Человек, который родился на этом месте, он смотрит на вещи более просто, что ли. Человек, который приехал на это место, он вынужден расталкивать окружающих локтями. Это история нам знакома. И, тем не менее, сейчас мы прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. И тема сегодняшней программы, что такое кадровый голод сегодня, грозит ли он российской экономике. Ну, в целом, мы говорим о проблемах, связанных с трудоустройством населения. В гостях Феликс Кугель, вице-президент и управляющий директор по России и СНГ, Мэн Пауэр Групп. Продолжим, Феликс, наш разговор. Интересно, очень, да, по крайней мере, мы сейчас с вами обсудили тему, как это проблема. А проблема это такая, да, всепланетная, масштабная проблема, интернациональная, глобальная. Мы живем во время глобализации, в принципе. Совершенно верно. Кстати, с одной стороны, наверное, это и хорошо с точки зрения решения проблемы. Смотрите, ведь раньше, если я, ну, если позволите, да, опять вспомню, Советский Союз. Кстати, была проблема кадров в Советском Союзе? Ну, была, наверное, да, мы же видели. Проблема кадров была всегда. Всегда, конечно. Требуется, требуется, требуется. На столбах, на каких-то там досках объявлений. И охота за тунецами и всего остального. Да, да, да. Но, тем не менее, да, если говорить о Советском Союзе тех времен, по крайней мере, стране тех времен, эта проблема вынужден, Советский Союз был решать только внутри себя. Он, кстати, вот обратиться за сторонней помощью с точки зрения интеграции, да, некоренного населения не мог. Ну, по понятным причинам. А сейчас, когда границы открылись, и глобальный мир, о чем вы совершенно правильно сказали, может быть, это как раз способ решить проблему? Это один из способов решения проблем, немаловажный. За этим стоит реальная и традиционная стратегия развития государства в целом. Одна вещь понятна, что, как вы уже упомянули, границы рушатся и рухнули где-то. Или становится номинально, как вот Евросоюз, например, да? Конечно, абсолютно. И движение человека-ресурса происходит все более масштабно. То есть человек, как таковой, становится намного более мобильным, нежели это было раньше. То есть привязка к одному месту. Там, где ты родился, там ты вырос, там ты... Там и пригодился. Там и пригодился. Как известно. Сегодня это уже, ну, модель, которая не набирает силы. Набирает силу другая модель. Движение человека-ресурса вообще. То есть интеграция в единую глобальную систему информатики породила очень простые вещи. Где-то у кого-то есть запрос, где-то кто-то старается купить ту или и рабочую силу. И если у этой рабочей силы есть номинально тот набор инструментов, которые требуются, эта рабочая сила передвигается с одного конца света на другой. И сегодня это возможно. Это с одной стороны. Значит, с одной стороны, движение человеческих масс за счет учета иммиграции, улучшения этих процессов делает их более предсказуемыми. Другой, конечно, процесс — это собственные ресурсы. Как быстро эти ресурсы поднимаются, как сильно эти ресурсы накопляются и накладываются умением, именно теми инструментами, которые требуются миру, который готов за это платить. Потому что мир, который готов за это платить, двигает экономику, а за этим стоят много-много-много других существенных процессов. То есть, реально, стратегия государства в связи с иммиграционными процессами, в связи с обучением населения, в связке с движением населения за счет улучшения тех или иных стимулов и просто самых простых жизненно важных вещей без связки государства и мира бизнеса государство находится в достаточно плачевном состоянии. Ну, если, наверное, логично привести или вспомнить ситуацию в российской экономике, в частности, в крупных городах, например, да, ведь мы, наверное, можем говорить, да, что вот этой связи государства и бизнеса нет у нас, очевидно, потому что бизнес решает свои проблемы исключительно с точки зрения рентабельности. Он ищет дешевую рабочую силу, не всегда квалифицированную, и там, где ее, собственно, можно взять. Ну, да, но это временной, временное решение проблемы. Посмотрите на то, что творится в Китае хотя бы. Вот, один из примеров, который мне хотелось бы обсудить. То есть это классный пример, буквально на наших глазах встает на ноги гигант. Гигант. Огромный гигант, который, ну, это невероятно в чайской истории не было таких прецедентов. Встает гигант, который встал за счет чисто дешевой рабочей силы. С одной стороны. С другой стороны, конечно, китайская культура, трудолюбие, предсказуемость. Безусловно, безусловно. Определенные рамки управления и контроля. Да, все это есть. Но. То, что мы китайским чудом, да, так традиционно называем? Да, то, что называется китайским чудом. На самом деле, да, там есть чудесные вещи. Безусловно. Но для этого была изначально определенная платформа, которую поддержали, которую, давайте скажем, сдержали ввиду абсолютно разных рычагов, которые предлагались. Но, тем не менее, встает на ноги гигант за счет дешевой рабочей силы. Но дешевая рабочая сила – это временное явление. Существует инфляция. Существует, в конце концов, человеческое желание улучшить свое положение. Это все толкает все быстрее и дальше, дальше, дальше. Привлекает все больше и больше производителей, бизнеса, покупателей и тому подобное. В конце концов, мы стоим на пороге следующего чуда. Что китайское чудо без очень сильной интеграции внутреннего потребления к той машине, производства которой создана, а китайское чудо понемножку будет переставать быть этим чудом. Буксовать, да. Буксовать. И сегодня мы можем наблюдать за некоторыми интересными феноменами. Назовем, посмотрим на Мексику. Мексика сегодня, производить в Мексике становится все дешевле по сравнению с тем, что производить в Китае. И если производитель, грубо говоря, концентрируется на рынке Северной Америки, скажем, 10 лет назад производилась в Китае, без вопросов. Принимала свое внимание перевозки, логистика, много разных вещей. Сегодня через границу Мексика с огромным рабочим потенциалом, который стоит, ну, может быть, чуть-чуть дороже, чем китайский. И это ненадолго. Но логистика, ее почти нет. Конечно. Стоимости совсем не сразные. А все вместе влияет на китайское чудо. Феликс, если позволите, а вот это изменение произошло за счет чего? Некоторое время назад мы бы сравнили, ну, например, стоимость рабочей силы в Китае и Мексике и однозначно сказали, в Китае в разы дешевле. Именно поэтому производство поехало туда. Сейчас за счет того, что, да, китайцы тоже, так сказать, постепенно начинают, да, понимать, что, да, что можно жить и лучше, и наверняка там растет уже, да, уровень заработной платы. Теперь это вещи сопоставили. То есть, в Мексике за это время ничего не поменялось, а Китай, заработная плата в Китае выросла. С одной стороны, в Мексике мало что поменялось. Ну, где-то, может быть, страна становится на более предсказуемую модель политического управления. Ну, прежде всего, да. Ну, да. Но, с другой стороны, здесь много разных факторов. Китай далеко не легкий рынок. Мексика далеко не легкий рынок тоже. Но глобальные двигатели экономики, то есть, огромные корпорации мира сего, как и, в принципе, средние или малые бизнесы, так или иначе смотрят на выгоду. Почему? Потому что налоги платить нужно, людей кормить нужно. Зарабатывать нужно. Зарабатывать нужно. Бизнес должен расти иначе кто-нибудь тебя сожрет. Конечно. И тому подобное, и тому подобное. То есть, рычаги, они жесткие, которые требуют очень-очень определенных решений. И я бы сказал, что на каком-то этапе многие вещи где-то сравняются. И экономика, да, пойдет дальше. Сегодня многие, кто говорят, посмотрите на Африку, это следующий бум. И на самом деле многие корпорации подстраиваются под африканский вариант. То есть, если купить пачку сигарет, это нормальное явление, то в Африке это слишком дорого, поэтому продают сигарету поштучно. Называется это подстроение под африканский вариант. Происходит много интересных вещей, но один стержень, я бы сказал, он остается тем же. Без целенаправленной политики государства имеют мало шансов стать реальными конкурентами. В очень быстро меняющемся мире, в котором мы живем и мы его наблюдаем. Ну, вот в частности, когда мы заговорили о Китае, ну и может быть есть смысл сейчас два слова сказать о Мексике. Ведь тогда, да, ну я опять вот пытаюсь представить, как это буквально происходило, когда иностранные производители, да, иностранные инвесторы смотрели на Китай, им это было выгодно, потому что там дешевая рабочая сила. Естественно, они не могли решить бы эту проблему, если бы не было соответствующей позиции государства. Китайского руководства в частности. Они могли бы запретить это просто-напросто, учитывая тем более специфику китайской политической системы. Все-таки это, да, мы знаем авторитарно и там смирно и все, и нет разговора. То есть в тот момент, да, китайское руководство, оно реально смотрело в будущее. Оно говорит, это поможет нам подняться, это будет прежде всего. Вот об этом идет, да, речь? Именно об этом. Когда мы говорим о понимании, так сказать, государства, плюсов, да, плюсов. И как использовать эти плюсы для своих собственных целей. В Мексике сейчас то же самое происходит? В Мексике это происходит на меньшей, конечно, платформе, потому что рядом большой брат. Но Мексика понемножку интегрируется в так называемое передовое общество. За счет, опять, мы живем в мире, где интернет доступен, ну, там, где он доступен. Это в основном везде. И, конечно, люди хотят, люди желают, особенно в тех местах, где, в принципе, ну, таких возможностей раньше не было. Это все порождает очень определенный феномен. И его нельзя демографически где-то сжать или географически обеспечить тем или иным местом. Оно все больше и больше набирает ход. А здесь также нужно понимать еще одну вещь. Мы можем обсуждать очень долго испанскую модель, которая привела, в принципе, к тому, и не только испанскую. В принципе, это проблема общеразвитых стран, где огромный процент молодежи не работает. И не могут получить эту работу. Да, да, да. Это очень любопытно. Мне бы очень хотелось услышать от вас мнение еще и по ситуации в Европе. Ну, с трудоустройством прежде всего. Вот испанский пример, он очень заразителен. И, конечно, надо будет поговорить уже о том, что происходит в России. Потому что здесь тоже очень много интересных моментов. Но пример с Китаем, да, я думаю, что наиболее яркий из последних, да, там, 10-20 лет. Да, абсолютно. Это просто в моменте мы увидели, да, вырос гигантский колосс. Это феномен. Это феномен. Огромное спасибо, Феликс. Мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Феликс Кугель, вице-президент и управляющий директор по России и СНГ. Manpower Group. Мы обсуждаем тему, связанную с трудоустройством, с кадрами. Обсуждаем то, что является кадровым голодом сегодня. И, соответственно, говорим о том, насколько эта угроза актуальна для российской экономики. Ну, к России мы сейчас еще подойдем, вернемся. И вот хорошая, если позволите, тема, мне кажется, обсудить ситуацию в Евросоюзе, в Еврозоне, в Европе. И, учитывая, что изначально, опять-таки, если мы вернемся на некоторое время назад, этот самый Евросоюз, создаваясь, руша вот эти границы стран, которые туда постепенно входили, одна из задач была именно эта тоже. То есть, интегрировать дешевую рабочую силу. Конечно. И в результате получилось то, что получилось. Не совсем, наверное, да? Конечно. То, на что рассчитывали. Ну, знаете, это предсказуемо было, на самом деле. Серьезно. Ну, я считаю, что заходить в ту или иную модель, не имея очень четкого инструмента, который регулирует процессами, это реально небезопасно. Да. И это то, что получилось. То есть, изначально, когда создавался Евросоюз, все думали только о хорошем и, естественно, способов борьбы с какими-то, ну, как мы вот сейчас видим. Я думаю, что все думали о плохом. Наоборот. То есть, помнили о плохом. Помнили о плохом. И старались перейти в более предсказуемое и светлое будущее. Так, ну, у них... Но, смотрите, финансовые инструменты, то есть, создалось партнерство, где, на самом деле, партнеры не имели равных платформ. Очевидно. И когда один партнер слишком высоко, а другой слишком низко, ну, это часто приводит к тому, что тот, который высоко, должен где-то спонсировать того, кто низко, а тот, кто низко, все равно будет жаловаться, что ему недостаточно спонсироваться. Он будет жаловаться, а потом он в один момент понимает, что, ну, что бы он ни делал. Абсолютно. А еще лучше, что если он даже ничего не делает, то жизнь-то, собственно, будет продолжаться. Да, да, да. Но это привело, конечно, к тому, что мы все видим и наблюдаем. Но некоторые процессы, которые, я бы сказал, стоит сильно рассмотреть и, на самом деле, проанализировать, это каким образом во время сжимания, во время того времени, которое очень-очень требует так называемый термин change management, каким образом вот в эти далеко не спокойные времена за бугром остается огромный процент того, что должно быть в будущем, то есть молодая рабочая сила. И почему эта молодая рабочая сила настолько не имплементирована, настолько не может найти себя в развитых странах? Именно, именно так. Именно. Вот почему? Каким образом? Мы же не говорим о Монголии, да, мы говорим о Европе. То есть почему? Каким образом? Это происходит за счет того, что население стареет. Из-за того, что социальные программы имеют огромный вес и растраты на таковое, на поддержку такой государстве огромные. И, может быть, опять ввиду того, что устаревает население, которое дольше сидит на рабочих местах, при этом нету расширения бизнеса, куда же двигаться молодому. Что происходит с молодым? А мы говорим не просто о молодых, как таковых, а о людях, у которых образование высшее, которые имеют все инструменты для того, чтобы встать на платформу начинающей рабочей силы. А ее нету. То есть это тот самый перспективный возраст, когда мы говорим, вот человек начинает свою жизнь, и в том числе трудовую. Абсолютно. Вот пример с Испании, если можно прокомментируйте, там как раз огромное количество, там больше 25% безработицы, и 50% из них именно молодежь. Именно. Да. То есть это люди, которые сейчас, вот они, собственно, у них и возраст такой, и сил у них огромное количество, они сейчас должны, собственно, создавать будущее, а у них такой возможности. Они должны быть теми, кто будут за счет их доходов будет кормиться более устареющим, конечно, население. И этого не происходит. С каждым годом это становится хуже, потому что статистически, если человек не выходит на работу, активную работу до где-то 25 лет, то редко и в 30 выйдет. Совершенно верно. И дальше, и дальше, и дальше. И не потому, что он не хочет, наверное, этого. Нет, абсолютно. Это демотивационный процесс, о котором человек привыкает. Знаете, это то же самое, как реабилитация. Если человек к чему-то привык, ну, надо его реабилитировать. А требуется серьезная система, чтобы это сделать. Но, по большому счету, одна из проблем – это следующее. На сегодняшний момент бизнесу и мира в целом, экономическому миру требуется не, скажем, талант, который придет и который требует время проявить свой талант. Требуется тот, который придет и будет делать работу. Предсказуемо делать работу. То есть, не творческий, да, в какой-то степени подход, а ремесленный, по сути. Ну, я не только говорю насчет прикладных специальностей. Я говорю вообще. То есть, если приходит продавец, вы хотите, чтобы этот продавец умел уже продавать. Даже со студенческой скамьи. В этом смысле я считаю, что опять мир бизнеса, мир академический. И, конечно, государственные вместе должны смотреть на процессы, которые поощряют молодежь выходить на работу, пока учатся. Даже при этом на стажерские вещи. Не имеет значения получать опыт. Без опыта человек не нужен. Даже не важно, чем он будет заниматься. Абсолютно не важно. Главное – это механика, чтобы у него начать. У человека должен быть рабочий опыт. У человека должен быть... У него должна быть мотивация. Мотивация и понимание, как достигать результатов, которые перед тобой стоят. Без этого понятно, что бизнес будет вкладываться в переобучение человека достаточно долго. И не всегда ты знаешь, что ты поймешь. А получишь. Извините меня, на сегодняшний момент такие риски брать очень опасно. И бизнесмены это понимают. Прекрасно понимают. Клеты государства и та самая академическая часть сообщества. Понимаете, в сегодняшнем мире он меняется настолько быстро, что есть такая поговорка американская. Если ты на секунду зазевал, ты прозевал. И это то, что происходит. И с каждым годом это становится груз все более тяжелый. Сегодня распространение Испании идет уже очень быстро на другие рынки. И это очень опасная вещь. Еще, наверное, стоит, как минимум, на примере Испании поговорить о том, что если человек, тем более молодой, в этой активной фазе своей жизни не имеет возможности заняться делом, то у него возникают мысли гораздо... Много разных. Много разных мыслей. Это очень опасно. Не случайно, да, мы опять об Испании заговорили. И там народ горячий, как известно. Да. Там есть, так сказать, тлеющие такие огоньки, связанные с национализмом в том числе. Конечно. И вот это в конечном итоге может... Это очень опасная вещь. В то же время, если мы посмотрим, допустим, на ту же Голландию, которая тоже, в принципе, в кризисе. Да, хорошо, там меньше населения, там лучше интегрированы те или иные аспекты и процессы. Но к молодежи огромное внимание. И это внимание проявляется абсолютно в разных инструментах. То есть, мы видим, как оперируют разные страны, разные платформы. Я правильно понимаю, что испанцы, если говорить о государстве, менее внимательны к своей молодежи? Я думаю, что они настолько были погребены. Проблемами вот этими? Да. Но посмотреть, что сегодня творится уже в Италии. Я не буду даже говорить насчет Греции. Все-таки Италия – это третий по объему рынок Европы. И это, естественно, серьезные опасности. А дальше что будет? Франция и тому подобное. И да, это все достаточно напряженно. 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 Вот видите, вроде бы начали с разговоров о кадровом голоде, а закончили. Ну, знаете, как говорится. Пришли, точнее. Работа – это же где-то и жизнь. Это жизнь, конечно. Конечно. Все правильно. Хорошо. Значит, у нас еще некоторое время до конца третьей части есть. Давайте начнем более детально. Поговорим о России. Как выглядит эта проблема? Проблема есть все-таки, да, Феликс? Проблема есть. Но, вы понимаете, проблема есть. Они были, они будут. И без решения проблем не бывает движения вперед. Да-да. Извините. Изначально, наверное, надо начать с того, что эта проблема, она всегда актуальна. При любой власти, при любом времени. Потому, что это действительно та самая жизнь, в которой живет человек. Да-да. Другой вопрос – как мы к ней относимся и как мы ее решаем? Это реально требует серьезного внимания. И опять, я не побоюсь, но я скажу, что здесь требуется такой серьезный треугольник. Это, с одной стороны, государственность, с другой стороны, академичность, с третьей стороны – это бизнес. Рано или поздно эти проблемы касаются всех. И, конечно, бизнесу требуется, грубо говоря, рабочий материал, который готов к той или иной работе. И который, самое главное, предсказуем. С одной стороны. С другой стороны. Я прошу прощения. Вот эти три вектора вы в очередной раз обозначили. И конгломерат такой. Это государство, это академическая часть сообщества, это бизнес. Конечно. Теперь каждую из них мы пытаемся мотивировать. Или, по крайней мере, понять мотивацию каждого из этих составляющих для того, чтобы заниматься теми вопросами, которыми мы сегодня обсуждаем. Бизнес очевидно, для чего это нужно. Потому, что бизнесу нужно через какое-то время постоянно пополнять профессиональную часть своей стороны бизнеса. Ему нужны постоянно кадры. То есть, он заинтересован в этом, очевидно, почему. Вторая составляющая. Это мы говорим о чем? О академической сообществе. Чем мотивирована она? А здесь, на самом деле, очень есть интересные вещи. Если мы посмотрим сегодня на ведущие университеты мира сего. Посмотрим, сколько там стоит обучение. Посмотрим, кто туда поступает и почему. И посмотрим, насколько бизнес-сообщество всеми путями расставляет капканы, дабы поймать выпускников этих университетов. Почему? Значит, в этом случае университеты реально становятся такими серьезными машинами, которые, можно сказать, от которых, можно сказать, зависит благополучие не самого университета и не только бизнеса, но и государства. То есть, выпуская правильных, сильных учеников, продвигая свой бренд, если так можно сказать, университет в конечном итоге помогает государству с точки зрения, опять, того же налогообложения, той же предсказуемости, того же человека, который будет предсказуемый гражданин, у которого будет возможность жить, трудиться, растить семью. У которого будет работа, стабильность. Абсолютно. Это тот гражданин, за которым охотится любое государство. И, собственно, да, у любого государства гораздо во главе угла именно наверняка такая цель. Ну, в принципе, это та цель, которая, конечно, знаете, в свое время смотрели на разные разработки банковских инструментов против трудовой силы, против государства. И многие, во многих странах до сих пор очень благосклонно смотрят на соискателя, у которого есть что потерять. То есть, у него есть дом, у него есть огромный ипотечный кредит, у него есть куча обязательств. Да-да, та самая интересная модель, родоначальниками ее американцы стали. Мода жить в кредит, и она ведь не просто такая уж мода. Совсем не просто. Да, государство на это дело смотрит. Это предсказуемый человек, тот инструмент, который именно оно. Спасибо, Фелик. Сейчас еще раз прервемся, послушаем новости и потом продолжим. Итак, друзья мои, последняя часть нашего эфира. Сухой остаток на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. И мы сегодня обсуждаем тему кадрового голода в мире и конкретно в российской экономике. В гостях у меня Феликс Кугель, вице-президент и управляющий директор по России и СНГ Manpower Group. Феликс, давайте продолжим. Очень интересно. Итак, мы с вами в очередной раз, вы точнее, да, в очередной раз сказали, что заинтересованность, да, вот в стабильной, так сказать, в стабильной ситуации в кадрах, да, она на трех векторах, что ли, зиждется, да. Это заинтересованность бизнес-сообщества, это заинтересованность сообщества академического и это заинтересованность государства. Конечно. И дальше мы говорим о мотивации. Ну, еще раз повторю, понятно более-менее, да, зачем бизнес этим, в чем заинтересован здесь бизнес, потому что это его будущие сотрудники, да, которые будут помогать ему зарабатывать деньги, как минимум. Далее, составляющая академическая тоже в конечном итоге заинтересована в том, чтобы это все, значит, на должном уровне поддерживать, потому что, значит, это связано с тем, ну, вот продолжите мысль, немножко, так сказать, запутался. На самом деле, здесь мотивация академическая, она очень серьезная, это мы можем ее назвать где-то интеллектуально-экономически. С одной стороны, бренд университета привлекает к себе лучшие умы, и не только с точки зрения учеников, а также с точки зрения учителей и тому подобное, преподавательский сектор. Кроме того, на фоне университетов создаются огромное количество, то, что у нас раньше называлось НИИ, если мы посмотрим на некоторые экземпляры таковое, все, что нам нужно сделать, посмотреть на тот же MIT, и мы поймем, что за этим стоит. Кроме, там есть огромное количество дивидендов, это все выливается в бренд, и если мы где-нибудь услышим такое название, как Кембридж университет, мы будем знать, что это, и почему это, и откуда это. Но это будем знать не только мы, это будут знать все. Опять бренд. И это с одной стороны. А с другой стороны, четко, с точки зрения простых человеческих базовых мыслей, университет и вообще академическая среда, это может быть школьная среда, не имеет значения что. Они, в принципе, готовят модель человека, который будет предсказуемым, что ли, членом общества, того, который мы все хотим построить. Да, это мы можем назвать сказкой, воображением, но, знаете, есть такая болезнь, хоца-хоца-хоца. Вот мы ее и все испытываем. Мы просто хотим жить в нормальном обществе. Так что академический угол этого треугольника, это неимоверно ответственная и очень-очень серьезная модель. И, соответственно, третий угол треугольника, это государство. Да, я бы сказал, самый главный. Самый главный. Ну, как минимум, в его руках очень много, так сказать, разных поводков, с помощью которых он может и бизнес, так сказать, туда повернуть в нужную сторону, да, и академическую составляющую. Вот как мотивировать государство, как можно? Здесь, опять, если мы посмотрим просто, скажем, вазы понимания государственности, чем сильно государство? Мы можем много рассуждать на эту тему, но один из самых приближенных и человеческих терминов – государство сильно теми налогоплательщиками, которые живут в этом государстве. Налогоплательщик выгоден государству со всех точек зрения. Создать этого налогоплательщика становится одной из обязательных форм управленчества государством в целом. Вот, кстати, до новостей мы заговорили об американской модели. Это как раз, да, вот… Это как раз… В тему, в тему. Это в тему. Да, да, да. Но именно по этой модели достаточно успешно используют, ну, свои критерии, свои управленческие системы многие государства мира всего. Опять, кризис – это не показатель тех или иных управленческих вещей, потому что мы все понимаем, что кризисы были, есть и будут. Да, ну, все-таки кризис – это некий форс-мажор, да? Абсолютно. Это не нормальная жизнь, а это жизнь некий… Конечно, но опять, если мы окунемся в прошлое, кризисы порождали разные вещи, разные проблемы, которые несли трагедии для человечества в целом. Сегодня мы видим, ну, это трагедии другого, совсем другого толка. И дай бог, чтобы о трагедиях, которые мы когда-то наблюдали, мы о них забыли. Но для этого опять государство с точки зрения целенаправленного увеличения количества, обеспеченной знаниями предсказуемой рабочей силы становится, ну, что ли, не в базисе всего двигателя. Вот если поговорить немного о кризисе, ну, последний кризис, да, мы исторически считаем, кризис 2008 года, соответственно, по-разному выходили экономики из этого кризиса, кто-то, может, и не совсем вышел. Если говорить о России, то, как минимум, наши, да, руководители достаточно оптимистично смотрели и смотрят сейчас, что Россию кризис не очень затронул. Но можно ли говорить о том, что вот проблема, связанная с кадрами, действительно оставила, после кризиса, точнее, да, эта проблема никоим образом не увеличилась? Я, наверное, где-то соглашусь с мнением российского руководства и добавлю, что иногда очень выгодно быть в не совсем развитом поле, потому что не требуются те или иные инструменты для того, чтобы, грубо говоря... Мы говорим сейчас о российской экономике, о экономике развивающейся, да, она, конечно, часть большой глобальной, но малая часть. Но еще она, может быть, огромная часть с точки зрения энергоресурсов и тому подобного. И географии, да? И географии, конечно, без вопросов. Но, тем не менее, не нужно также забывать, что все-таки экономика российская, слава богу, может базироваться на тех недрах, на которых мы живем. Это с одной стороны. Но сам кризис, он, конечно, очень-очень натворил некоторых, я бы сказал, достаточно хороших вещей в мире труда. Так. А здесь очень простая вещь. До 2008 года, в течение достаточно долгого периода, шел огромный и бурный рост. То есть, экономика съедала бизнес, мир, мир бизнеса съедал рабочую силу, ну, любые способы, в огромных количествах. И все готовилось к тому, к чему все, как бы, опыт подсказывал, шел рост. Значит, мы готовимся к росту. И если есть какой-то жир, ну, этот жир так или иначе скушается во время роста. Потом этот рост где-то прекратился. И... В результате кризиса, когда мы пошли. В результате, конечно, кризиса, который на самом деле мы, может быть, не сильно почувствовали, но чисто психологически мы его восприняли как таковой. И пошли, конечно, сбросы компании, сжимания, с... Оптимизация. Оптимизация. Хорошие слова. На самом деле, на самом деле, вот этот кризис, если его можно так назвать, он сделал одну хорошую вещь. Он заставил людей работать. Понимаете, здесь были очень интересные вещи. В тонусе, да? Он заставил людей не расслабляться. Не расслабляться. Извините, пожалуйста, да, некая аналогия вот с фондовым рынком, например. Абсолютно. Да, человек, который приходит на фондовый рынок в фазу роста. Его задача какая? Просто купить. Он не смотрит, когда. Он не смотрит, что. Он знает, что все будет расти. Можно купить и расслабиться. Человек, который приходит на фондовый рынок в другую, в другие времена, да, он не может так себе позволить сделать. Его задача, значит, вот именно в тонусе быть, следить, анализировать, да, принимать решения и входить в рынок в нужный момент, а не просто вот дабы войти. Его задача также вовремя выйти из рынка. И выйти в то, да. Вот самая большая проблема тех, которые входят на росте, они не всегда думают, как же они из него выйдут. Совершенно верно. А это серьезная проблема. Проблема, да. И рост этот не вечен, как, по-моему, сказать правильно. И то же самое, в принципе, в мире труда. То есть, сегодня лозунг, он очень сильный и очень распространенный. Звучит он очень просто. Делай больше с меньшими силами. И все. Это лозунг в отношении кого? В отношении каждого конкретного человека? И любого человека. То есть, цель каким-либо образом поднять производительность труда, поднять предсказуемость человеческого ресурса. И за счет этого, естественно, продолжить рост с меньшими затратами и силами. Это, конечно, стоит во главе, в принципе, стратегии любой компании. Я понял. Времени не так много, Феликс. Очень интересная наша сегодня беседа. А если можно, последние несколько минут вернемся опять к российской экономике, к кадровому голоду, пресловутому. И, как вы видите, ближайшие перспективы, будет ли этот самый кадровый голод? Будет ли мы страдать от нехватки рабочей силы, в принципе, квалифицированной? Вы знаете, если мы сегодня посмотрим на, скажем, статистические цифры незанятного процентного населения Российской Федерации, процент очень низкий. С одной стороны. В данном случае, да, мы как раз опять говорим, мы гордимся тем, у нас безработица. В Штатах там 7%, да, уж я не говорю про Европу, а у нас вот так хорошо все. Да, у нас все хорошо, у нас все прекрасно. Тот, кто хочет работать, реально ее может найти. И это, в принципе, самое главное. Мы сейчас не будем дискуссировать оплаты того или иного труда и что-либо. Самое главное, если есть желание, есть работа. Но за этим стоят уже следующие проблемы и процессы. Если нужно развивать, скажем, компанию и деятельность производства в том или ином городе, мы должны принимать во внимание, насколько легко мы можем нанять, и стоимость рабочей силы против выхлопа, который это принесет. И мы видим, что во многих сценариях проблемы растут. Они не снижаются. То есть, выпускников не становится больше. Выпускников, я имею ввиду, вузов или других учреждений не имеет значения. Просто-напросто рабочая сила сегодня на самом деле, она востребована, сильно востребована. И вопрос следующий. Рост экономики рано или поздно приводит к тому, что стоимость товара становится очень соизмерима с тем, что требуется или кто за что готов платить покупатель. Так вот, при таком раскладе дальнейший рост экономики в целом, а он растет, может привести к серьезным потрясениям хотя бы финансовым. То есть, те же инфляционные процессы и тому подобное, и тому подобное. Это опять ставит вопрос, а где же брать эту рабочую силу? Где же брать этих мерчендайзеров, этих продавцов, этих строителей и работников на линиях в тех или иных заводах? И над этим вопросом есть серьезные проблемы, которые решить за счет существующих рычагов, я считаю, будет достаточно непросто и дорого. Я понял. Огромное спасибо, Феликс, что вы нашли время прийти к нам в студию. Я напомню, уважаемые слушатели, в гостях сегодня был Феликс Кугель, вице-президент и управляющий директор по России СНГ, Manpower Group. Мы обсуждали сегодня тему, связанную с кадровым голодом. Ну, все-таки будем надеяться на лучшее. Конечно, как всегда. Надежда же умирает последней. Спасибо вам огромное. Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Всего хорошего. До свидания.